Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Харбин, 6 июня Сегодня я опять в Харбине Я узнал ряд неприятных новостей с юга После удачного дела генерал Штакельберг и его первый корпус отступают все время к северу Все время с боем, с большими потерями В Харбинском вестнике уведомление, что 5 санитарных поездов везут сюда раненых Вытребовано отсюда 60 офицеров для окомплектования выбывших из строя Ранен генерал Гернгросс, и это печальное обстоятельство ввергло почитателей его в большое уныние У генерала Гернгросса почитателей много, и ему предсказывают блестящую будущность Во всяком случае, утешают себя его почитатели Если и ранен, то в строю останется Слухи разноречивы Одни говорят, остался, другие, что не мог остаться Как ни печальны на первый взгляд дела на юге с первым корпусом, но военные люди видят и хорошую сторону во всем этом Три дивизии как-никак отвлечены от порт Артура Теперь опасность грозит первому корпусу за стороны армии Куроки с востока Если Долинский перевал, находящийся в наших руках и представляющий собой ключ к Хайчену Будет взят Куроки или обойден То дорога на Хайчен открыта И тогда первый корпус будет отрезан Но тогда и отряд японский очутится между двумя нашими Первым корпусом и правым корпусом армии генерала Куропаткина Как все это произойдет в действительности, покажет близкое будущее Если, конечно, не помешает период дождей Говорят, впрочем, что вряд ли в этом году дождливый период будет опасен Дождей все время идут понемногу А это признак хороший Так как средняя норма выпадающей влаги здесь довольно постоянно Сегодня я случайно встретил в Харбине одного хорошего знакомого Которого давно потерял из виду Оказывается, он здесь уже семь лет И собрал богатый материал по истории колонизации нами этого края Уже судя по отрывочным фразам Материал этот действительно представляет большую ценность И я обещаю ему приехать еще раз в Харбин и познакомиться с его материалом Со многими интересными людьми этого города Со всей, наконец, широкой организацией деятельности железной дороги Каких сторон жизни не касается здесь дорога? Начальник дороги в то же время и губернатор Начальник ремонта он же и председатель городского совета Который начал с того, что создал совершенно особый устав законов Для города Харбина, применимый к местным условиям В Харбине существовал, между прочим, особый поселок Еврейский, самый дисциплинированный поселок, между прочими Евреи очень зорко следили за своими сочленами И неподходящих сами выдавали в руки правосудию Теперь, как известно, евреям воспрещен приезд в Маньчжурию Введение дороги и совместный суд с китайцами Но следственная часть в руках китайцев И подсудимый является на суд уже измученный пытками По законам Китая, следователь-судья должен во что бы то ни стало Открыть истину И пока пытки не вынудят несчастного принять на себя какую угодно вину Самолюбие судьи не удовлетворится К деятельности же дороги относится и сельскохозяйственная часть На полосе отчуждения Для этого имеется специальный особый помощник Кстати, я писал о монгольском племени Салота Которая владела долиной реки Ял Не Ялу, а Ялу К северу от Харбина Протяжением 300 верст Оказывается, что всего отчуждено земли по этой долине Свыше 600 тысяч десятин И не за 60 тысяч, а за 12 То есть по 2 копейки за десятину В ведении же дороги находятся и дипломатические сношения С китайцами и монголами Завтра приедет с визитом один крупный монгольский князь Его земли около станции Монгоу 100 верст севернее Харбина Он приедет к начальнику дороги с визитом Благодарить за содействие У этого князя вышли какие-то недоразумения с пограничной стражей По просьбе начальника дороги Командующий пограничной стражей Приказал сделать расследование И князю возвратили отнятое оружие и имущество Завтра он приезжает, чтобы поблагодарить И командующего пограничной стражи И начальника дороги Это первый визит со стороны монголов Я буду присутствовать на нем и завтра напишу Завтра же я буду присутствовать при ответном визите Новому китайскому Дзянь Дзюмю Губернатор Только что мне сообщили Что в Харбин приехал офицер Пробившийся с 300 солдат из Порт-Артура Через весь Квантунский полуостров Через всю японскую армию Говорят, он потерял при этом 80 солдат Сегодня меня обещает познакомить с этим офицером 6 июня Продолжение Чтобы достигнуть единства действий При сношениях по вопросам отчуждения и другим вопросам Было предложено дорогой назначить отдельного Дзянь Дзюня для сношения Для его житья было отведено место и даны деньги На эти деньги и выстроился прежний Дзянь Дзюн Теперь он переведен Цицикарским Дзянь Дзюнем И это считается большим повышением Мы же делали визит новому Надо было пройти три двора Перед первыми воротами выстроен щит Это против злых духов Злые духи летают только по прямым направлениям И таким образом щит являлся преградой и защитой всего помещения от таких злых духов У первых ворот лежал китайский часовой Тут же лежало и его ружье В воротах по обеим сторонам стояли алебарды Мечи на палках, серповидные мечи Сзади них на нас смотрела стража В длинных черных халатообразных костюмах С желтыми рисунками ниже пояса У вторых ворот красных, первые черные Стояли два европейских кресла Из третьих ворот к нам навстречу шел Дзянь Дзюнь Высокий, худой, с усами, с розовым шариком на шляпе Немного сзади шел за ним чиновник Маленький, плотный, с синим шариком Лицо старшего умное, ласковое Лицо его спутника смышленое, подвижное Он всегда на стороже и называют его дипломат Человек себе на уме И, вероятно, умеющий усладить свою жизнь Из тех, которым по-русски лаская говорят шельма Мы двумя руками жмем друг другу руки и идем сперва в переднюю, а затем налево в столовую Обыкновенный длинный стол застан белой скатертью Венские студии В углу японская шермочка Нас усаживают за стол, капитаны нам прислуживают Подают чай, мармелад, печенье Немного погодя из-за ширмочки выносят три полубутылки шампанского С бокалом в руках китайский генерал говорит речь Я слежу за выражением лиц его молодых капитанов Неподдельное удовольствие и даже восторг Очевидно, генерал – мастер говорить Недаром он юрист и недавний председатель китайских законов Но переводчик передает только экстракт его речи Генерал желает нам всего лучшего Долго ли продолжится война? Этого никто не знает Но, конечно, война наносит неисчастливые убытки всем И разве только китайцам? Всему миру? И веселый дипломат смотрит на всех нас своими рачьями глазами Его щеки надуваются И не поймешь, хочет ли он быть веселым или грустным Только в одном месте он не выдержал Когда заговорили о том, что железная дорога оживила какой-то их город Это старинный город И никакого влияния дорога не произвела на него На торговлю не произвела И торговля какой была, такой и осталась Говорилось это голосом безразличным Но чувствовалось какое-то пренебрежение и к дороге, и к нашему самомнению Воображали, что дорога могла иметь какое-нибудь влияние Никакого, так и запишите Мы когда-то владели вами 200 лет Когда? А Чингисхан? Да, но Чингисхан монгол Да, но мы владели монголами Русские и косы носили Когда? Он говорит, видел картинки Русская царица, а кругом солдаты с косами А, да, это Екатерина II Мы идем домой и читаем свежие телеграммы Предполагавшийся бой под Гайчжоу отменяется Позиции у Хайчена лучше Значит, Куропаткин тянет их еще на север Я совершенно разделяю и понимаю политику его Это говорит полковник Хорват Начальник Восточно-Китайской железной дороги Это крупная фигура Спокойная и уверенная С большим административным тактом Кумир всех своих сослуживцев Я знаю текинцев Бухарцев Перцев Кавказцев Вижу теперь китайцев Видел японцев Знаю наших русских Едешь на дрезине Все они, кроме русского Рванут горячо Но проехали пять верст И вся сила вышла Полковник показывает на живот Все зависит от этой машины Большая машина Надолго хватит А если туда положить горсточку рису Что же выйдет? Вспышка А станут на дрезину русские И попрут И пять верст И тридцать Правда Дух будет Но прут и прут Только задайте в машину А машина Большая Прямая кишка Длиннее на пол Оршина против других народов Вот Куропаткин Зная эту машину И вымаривает на все лады японца Все соки выжмет из него Изнервничается он наконец И тогда начнет бить Линию он свою выводит твердо Недаром говорил Уезжая Терпение Терпение И войска Отлично понимают эту тактику Вы видели дух солдат? Все эти раненые назад рвутся А поверьте Не верили бы в дело Только бы их и видели Вера в дело У всех Вне сомнения Точно не нас бьют Вот только что У нас не в соответствии Говорит полковник Возвращаясь к делам Своей дороги Идет воинский поезд А по количеству груза Он везет только половину Того груза Который мог бы везти Все эти телеги на колесах Занимают массу места А весь вес Вместо 750 пудов Выходит 150 пудов Относительно платформ Я уже предложил Загружать их рельсами А сверху Ставить эти телеги Но и относительно Крытых вагонов 8 лошадей Ведь это всего 200 пудов Надо и там Какие-нибудь приспособления Придумать Ведь в каждом поезде Мы не довозим Таким образом 12 тысяч пудов Вот и считайте 8 поездов 100 тысяч пудов В сутки В месяц 3 миллиона В 4 месяца Что возим 12 миллионов Это весь Интендантский груз Весь Нужный нам Для дороги Груз Все нужные Здесь Для новых Дорог Рельсы А так Ведь и до зимы Не дождемся Конечно Это очень верная мысль Следовало бы И сейчас Ею заняться А во всяком случае Обсудить этот вопрос Для будущего Насущно необходимо И несомненно Что комбинацией Разных грузов Двойных полов Можно много лишнего Груза перевозить Теми же поездами Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова